Ташкентская неделя моды прошла в столице. Дизайнеры из нескольких стран показали сотни работ широкой публике и коллегам. Фэйшн мероприятие представило целый ряд проектов. Кстати, здесь наравне с признанными мастерами приняли участие студенты профильных вузов. Наш корреспондент подводит итоги. Ташкентская неделя моды 2017. Еще задолго до начала ивента она обещала стать незабываемым событием и красочным праздником национального и мирового костюма. Насыщенная программа, много новинок. Одна из них проведенная впервые в Узбекистане выставка итальянской моде «60 лет» и «Дни итальянской моды», где были представлены коллекции именитых дизайнеров Антонио Гримальди, Фульвио Лупария, а также еще четырех модельеров. А завершающим штрихом стал фестиваль «Мили-ли-босс». Были представлены работы более 15 дизайнеров. На подиуме представили коллекции современной одежды с использованием элементов узбекского национального костюма. Закончилась неделя моды в Ташкенте и мы безумно счастливы и безумно, скажем так, практически ошарашены красотой, организацией, всем, что произошло, профессионально, интересно, много эмоций. То есть абсолютный успех, 100%. 1096 образов, 11 показов, из них 5 авторских, 10 мастер-классов, 7 дней пестрых крас и модных новинок. В нее были вовлечены как и начинающие дизайнеры, так и громкие имена отечественной индустрии моды, а еще несколько сотен волонтеров, члены творческой и технической группы. Благодаря общим усилиям все прошло на уровне, как говорится, от кутюр. А напоминать этот праздник вкуса и стиля будут не только глянцевые фото, но и дизайнерские наряды, которых еще можно было здесь приобрести. Я впервые в Ташкенте, но уже море впечатлений. Организаторы фэшн-шоу постарались на отлично. Узбекские ткани очень красочные, а платья из них красивые. Прикупила себе шубу из каракуля. Цвет софитов, цвет и геометрия, вкус и восторг в одном флаконе. Красота объединяет, и это еще раз нашло свое подтверждение. Редактор субтитров А.Семкин